Мы говорим о библейских парадоксах, которые противоречат тому, что показывают средства массовой информации, и тому, как устроена наша культура. Сегодня мы рассмотрим еще один из этих парадоксов, а именно мгновенное вознаграждение против упорства, мгновенные результаты против дальновидности, выбивание дверей против терпеливого ожидания божественного времени, и непостоянство в молитве может привести к жизни в разочаровании. Библия полна примеров того, как Бог почитает тех, кто постоянен в молитве. Иисус рассказывал нам множество историй и притч о тех, кто не переставал молиться. Именно поэтому апостол Павел описывает постоянство в молитве подобным образом. В послании к Ефесиным он написал, что наши сражения не против плоти и крови, но против сил и властей, и нам придется сражаться с ними, пока мы не придем домой во славе. Я могу засвидетельствовать, что постоянство нигде так не окупается, как на коленях молитвы. Нет такого поля сражения, где победа не была гарантирована благодаря постоянству в молитве. Вы нигде не можете быть уверены в победе так, как в молитвенной комнате. И на прошлой неделе мы видели, как женщина по имени Анна одержала победу благодаря молитве. Если вы у нас в гостях, то знаете, что сегодня мы продолжим говорить об Анне. Если вы хотите знать всю историю, то закажите диск. А сегодня мы ближе рассмотрим вторую главу Первой книги царств. В жизни этой женщины были пять вещей. Сейчас я вам их напомню. Это повиновение, печаль, прошение, песня и жертвы. Когда она молилась, то это была молитва повиновения, полного повиновения, а не частичного или условного. Она отдала всю свою жизнь в руки Бога. Она также отдала в руки Бога все свои дела. Думаю, вы согласитесь, что когда мы говорим о повиновении, то имеем в виду повиновение лишь в некоторых сферах. Мы готовы подчиняться Богу лишь в тех сферах, где нам нужна помощь, а не во всех сферах. Мы предпочитаем частичное подчинение. Когда мы подчиняем Богу наш бизнес, то речь идет лишь о тех сферах, в которых какие-то проблемы, чтобы Бог мог их исправить. Верно? Когда мы подчиняем Богу нашу семью, то имеем в виду проблемного ребенка. О хорошем мы и сами позаботимся. Когда мы подчиняем наши финансы, то хотим отдать Богу лишь ту часть, где мы проигрываем. Многие люди, когда у них финансовые проблемы, и им нужно урезать бюджет, знаете, что они урезают? В первую очередь, десятину и пожертвования. Но таким образом они убивают гуся, который несет золотые яйца. Они готовы урезать источник всего обеспечения. Но когда Анна подчинилась Богу, то отдала Ему лучшее, что у нее было. Лучшее, что у нее было, а не остатки. Она подчинила Богу то, что было для нее самым важным. Самым. Она отдала то, что было для нее самым ценным. А затем она отдала Богу то, за что она молилась. Итак, в начале было повиновение или подчинение. Во-вторых, была печаль. То, что Анна подчинила свою жизнь Богу, не избавило ее от боли и печали, которые были результатом насмешек финаны. Она жила в постоянной жестокости. Она жила в постоянных мучениях. Она постоянно находилась в затруднительном положении. Послушайте, как она сама назвала себя в 15 стихе. Она называла себя женщиной со скорбящим духом. Возможно, вы сидите сегодня здесь в своей церковной маске, но при этом у вас скорбящий дух. Я хочу послужить вам Словом Божиим. Даже в своей печали Анна доверяла Богу. Даже когда ее утроба была закрыта, ее сердце было открыто Господу. Даже когда ее мучения были невыносимыми, она научилась полагаться на Бога. И, возможно, вам кажется, что ваши реки высохли, но помните одно, что Божие океаны никогда не высыхают. Кому-то из вас может казаться, что ваша звезда не видна, но он видит все. Некоторым молодым мамам может казаться, что они по уши в подгузниках, и это никогда не закончится, и что они сейчас ничего не стоят. Запомните, вы дороже рубинов и сапфиров для того, кто важнее всех. Кто-то сейчас переживает финансовые потери. А я хочу напомнить вам о том, что вы имеете. У вас есть неувидающее имущество. У вас есть Божие обетование, которое обязательно исполнится. Помните, у вас есть сила, которую не преодолеть. У вас есть неизменный защитник и безграничный обеспечитель повиновения. И печаль Анны привели к ее прошению. И эти вещи взаимосвязаны. Это не просто красивые слова, которые начинаются на одну и ту же букву. Они взаимосвязаны. Ее сердце полное печали. Не превратило ее в горького человека. Будьте очень осторожны с горечью. Библия говорит о горечи, как о корне. Некоторые из вас слышали мое учение на эту тему. Она очень важна. Библия не говорит, что горечь — это плод. Плод находится на верхушке дерева. И вы можете его увидеть. Но горечь очень опасна, потому что она корень. Она глубоко внизу, и ее непросто заметить. Она постоянно растет. Если вы не подчиняетесь Богу день за днем, то однажды вы проснетесь горьким человеком. Пусть Господь избавит нас от горечи. Она была эмоционально ранена, но ее душа была здорова. Она была эмоционально потрепана, но ее посвящение Господу оставалось непоколебимым. Целесно. Она была измождена, но духовно она оставалась сильной. У нее были все причины, чтобы сдаться, но она была постоянной в молитве. Как видите, повиновение и прошение связаны между собой. О чем же она молилась? В чем заключалось ее прошение? Вы скажете, что она хотела иметь сына, но это еще не все. Ее молитва была значительно больше. Она молилась о том, чтобы Бог вмешался в законы природы. Сегодня в обществе люди объединяются в разные группы. Атеисты, гуманисты, мусульмане. И все эти группы воинственно настроены против имени Иисуса. Чем чаще мы видим, как имя Иисуса атакуется, но, если честно, я не считаю вообще-то, что это плохо. Хотите знать больше? Пожалуйста, почитайте мой блог. Я думаю, что это разбудит практических атеистов, которые сидят в церкви. Это очистит церковь Иисуса Христа. Это будет время, когда мы будем мириться со всем этим или молчать. Но я также уверен, что, когда имя Божие и дети Божие переживают атаки, то мы можем видеть много сверхъестественных проявлений силы Божьей среди верных верующих. Бог говорит, если хотите жить видимым, как весь остальной мир, то вперед! Аминь! Но тогда вы не увидите мою руку и мое сверхъестественное вмешательство. Анна подчинилась Богу. И благодаря этому ее печали пришел конец. Из-за ее прошения и на смену этой печали пришла песня радости. Песня — это наш четвертый пункт. Посмотрите на нее в первой книге «Царств» 2 главе с 1 по 10 стих. Это удивительная песня. Анна сразу начала славить Господа. Это ее песня, но здесь также есть еще кое-что, что вы не должны упустить. Многие из нас славят Бога за что-то. Мы славим Его за спасение, за Его благословение, за Его благость. Мы славим Его, когда Он отвечает на молитвы. Мы славим Его за то и за это. Но мало кто знает, как славить Бога за Его святость. Все могут петь, но только человек, который полностью отдал себя в руки Бога, может славить Его за Его святость. Только если вы поднялись на высокий духовный уровень, вы можете славить Бога за Его святость. Анна сказала, «Нет твердыни, как наш Бог, и нет столь же святого, как наш Господь». Что же это означает? А означает это, что в нем вся ее уверенность, «Ее уверенность была не в деньгах, не в друзьях, и даже не в заботливом муже. Ее уверенность была в том, чья стабильность непоколебима, чье утешение несравненно, чья сила и любовь неизменны, чье сострадание неисчерпаемо, чей щит несокрушим и чей мир необъясним». И в первом стихе она говорит, «Вознесся, рог мой в Боге моем, но заметьте, что она не говорит». Она не говорит, что в свое время она была полна гордости. Почему я говорю об этом? Потому что рог в Библии может означать гордость и силу. Это образ, который взят в Библии от быка или вола. Сила и гордость вола в его рогах. И она говорит так, «Вся моя сила в Господе, а не в моем успехе». Вся моя сила и радость приходит от Господа и даже не от того факта, что Он отвечает на мои молитвы. Послушайте меня. Бог всегда дает нам песню хвалы, если наша жизнь подчинена Ему. Если вы полагаетесь на Господа, то Он даст вам песню. Он всегда будет давать вам эту песню, вам, вашему сердцу и вашим устам. Он даст вам ее, когда ваша душа взывает к Иисусу в молитве. Хочу рассказать вам об одной песне. Божья песня — это сила для немощных. Это подкрепление для слабых. Это радость для безрадостных. Это исцеление для души. Это победа для пораженных. И это жертва для Господа. Дар Ему. А вот почему Библия говорит о жертве хвалы. Это пятый пункт, о котором мы поговорим. И который был в молитве этой замечательной женщины. Починение, печаль, прошение, песня и жертва. На прошлой неделе я коротко рассказал вам, как Анна дала Богу клятву. Господь, если ты ответишь на мою молитву и дашь мне сына, то я посвящу его тебе. И во второй главе мы видим, что она выполнила свою клятву. Она сдержала обещания целиком, полностью и без колебаний. Без условий и оправданий. Послушайте, очень внимательно, потому что это очень важно. Чего так хотела Анна? Чтобы Господь дал ей сына. Итак, и когда Господь дал ей сына, она сразу же отдала его Господу, как и обещала. Задайте себе вопрос. Вернее, два вопроса. Второй вопрос. Зависит от того, как вы ответите на первой. Это только между вами и Богом. Спросите себя. Что же такое? Самое главное. Все объемлющие. О чем я прошу Господа? О чем я больше всего взываю к Богу? Ответьте самому себе, а не кому-то другому. Это только между вами и Богом. А затем, в зависимости от ответа, на первый вопрос, задайте себе и второй. Если Бог ответит на мою молитву и даст мне именно то, о чем я прошу, то буду ли я готов отдать это ему обратно? Буду ли я готов сделать это? Бог сказал Аврааму. «Я дам тебе сына, сына обетования». Авраам пытался усовершенствовать волю Божию, родил Измаила и создал нам проблемы. Бог дал Аврааму Исаака, а через 17 лет сказал, «Принеси Исаака мне. Минуточку. Ты же сам дал мне его». Он чудом родился у 90-летней женщины. «Так что же сейчас происходит?» Анна просила о сыне. Он дал ей сына. Она принесла его в храм. Он твой, Господь. Почему? Разве Богу нужно забирать то, что Он дал вам? Разве Бог жадный? Нет. Если Он дал вам что-то, Он не хочет дать еще больше. У Бога безграничные ресурсы. Он не хочет забрать вас. Он хочет быть уверен, что вы держите это в открытой руке, а не так. Вот это мое. Нет. А вот что делает Анну такой замечательной. Она могла пойти на попятную и сказать, «Я подожду, пока Самуил станет мужчиной, и тогда отдам его Господу». Но она не отказалась от своего обещания. Она не пыталась придать новое значение своим словам. Она не пыталась что-то придумать. Когда же нам давать десятину? До или после уплаты налогов? Нам давать 10% или еще и пожертвования? У нас в голове возникает много вариантов. Но она ничего такого не делала. Ничего. Анна не пыталась найти оправдания или отговорки. Она могла бы сказать, «Господь, ты же знаешь, как он мне нужен. Он будет утешать меня в старости. Господь, мне нужно сделать еще это и вот то». Нет, она сказала, «Я возвращаю его Господу еще в детстве, чтобы он служил в храме. И посмотрите, что произошло. Посмотрите. Самуил стал прекрасным благословением не только для нее. Он стал благословением для миллионов. Она посвятила этого мальчика Господу еще в раннем возрасте. Какая же это была жертва. Но Самуил изменил историю. Самуил обратил сердца народа Божьего обратно к Богу. Он помазал на царство Давида, который был предком Господа. Но и это еще не все. Если бы это был конец истории, то это уже было бы невероятно. Это было бы прекрасно и замечательно. Какой прекрасный ответ на молитву. Но если бы это был конец истории, то это было бы прекрасно, но это еще далеко не все. Далеко не все. Бог отреагировал на верность и жертву Анны, дав ей еще детей. Библия говорит о семи детях. То есть Он дал ей еще шестерых или семерых детей, а это довольно многое. Послушайте внимательно, потому что это важно. Когда она сдержала обещания, данные Богу, и привела Самуила в храм, она не предполагала, что Бог даст ей еще детей. Нигде не сказано, что она продолжала молиться об этом. Но именно так работает Бог. Вот как Он работает. Когда Он видит проблески верности, то благословляет больше и больше. Бог желает благословлять Своих детей. Он желает быть источником безграничного обеспечения. Благословение для Своих детей. Анна не знала, что получит все это. Но именно так работает наш Бог. Провозглашаю бескомпромиссную истину на пути вперед. С доктором Майклом Юсефом. Субтитры создавал DimaTorzok